Всем привет! И сегодня на канале в Стране Чудес будет очередная куча посылок с сайта Алиэкспресс из раздела «Полезные товары для дома». За последних несколько дней пришла огромная куча посылок, которые пришлось разделить на несколько обзоров и на некоторые обзоры по категориям канцелярия, бижутерия и прочее, прочее, прочее. Ну а сегодня мы с вами будем смотреть «Полезные товары для дома», как я и сказала. Даже не знаю, с чего начать. Всякого разного, всякого-всякого разного. Давайте начнем с кусняшек. Здесь кусняшек на самом деле много, очень полезных вещей. Но, как я уже говорила и ранее, не все то, что блестит и для кого-то что-то полезное, но для кого-то может быть совершенно бесполезным. Кусачки. Вот эти кусачки уже вам показывала неоднократно. Неоднократно показывала эти кусачки. Кусают они прекрасно и пользоваться ими можно в разных-разных направлениях, каких хотите. От подстригания ногтей до перекусывания проволоки. Здесь у меня ручка просто помечена вот этим вот самым вот эластичным бинтом. Просто для того, чтобы знать, что вот эти кусачки самые последние, самые новые, самые-самые острые, самые непокореженные, самые-самые, которые никому, кроме меня, брать нельзя. Вот так вот. Жду еще одни едут. Цена хорошая. То есть, если удается купить их там по 95-100 рублей, это очень хорошая цена. Дороже брать не рекомендую, рекомендую искать дешевле. То есть, 95-100 рублей, ну, 110 с натягом, это очень хорошая цена. Соответственно, ссылочку оставляю. Кусачки зачетные. Кто пользовался, пишите в описании. Пишите в комментариях. В описании я оставлю ссылочку. Дальше. Вот такая вот шнурка-замотка. У меня есть такие уже. Их несколько штук. Я их показывала в одних из своих самых первых обзоров. Вот такая вот силиконовая пинтифлюшка на магнитике. То есть, можно заворачивать, где какой-нибудь шнур-то взять. Вот сейчас я вам землетрясение устрою камеры. Берем шнур. Так. Так. Вот так вот обматываем. 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 Ну, в принципе, там у продавца есть фоточка. Так. Выскочил. Вот это тема, да. Выскочил магнитик. Есть такая тема, что иногда магнитик вот этот вот выскакивает. Значит, сильно не обматывать. Вот так вот. Но я приноровилась к ним совсем иначе. В них можно вставлять кусочек. То есть, между ними вставлять. Ну, вот так вот. Кусочек бумажки. И вот так вот. Ну, то есть, здесь вот сейчас приклеивать, приклеивать. Где, боже мой, у меня такое что-нибудь. Вот. То есть, кусочек бумажки. И на холодильник. Или на микроволновку. Какую-то там записочку или что-нибудь. Ну, я вот так приноровилась ими пользоваться. Так что, штука зачетная. Тем более, было с друзьями дешевле за 17 рублей. Ну, просто было грешно не взять. Ну, вот эти магнитики. Да, имеют вот такую вот неосторожность вот так вот выскакивать. То есть, вот так вот там просто вставлены магнитики. Всего лишь навсего. Вот такая вот интересная фенечка. Но мои предыдущие, я могу сказать, чтобы было качество гораздо лучше. Вот тут вот как-то чувствуется, что уже начали шлепать обычо. Вот такая фенечка. Далее. Что же далее? Далее. Далее. Так, шнур уберем. Шнур уберем. Далее. Приехала мне вот такая вот... Вот такой вот держатель для камеры, для смартфона. Кому как угодно. Да, кто знает, там, на монопод. Я использую их именно для съемок. Я зажимаю в эту штуку камеру, чтобы она у меня прям вот висела вот так вот над столом. Сейчас я вам это продемонстрирую, сняв вот это все с другой камеры. Вот таким вот образом крепится моя основная камера, на которую я снимаю обзоры. То есть, вот это вот черненькая, а это беленькая. Крепится на кронштейн. Я уже показывала его в обзоре. Так что вот так вот я вам снимаю обзоры над столом. Вот таким вот образом у меня все крепится. То есть, у меня передо мной нет никаких штативов, которые бы мешали бы мне снимать. Вот таким вот образом я вам снимаю обзоры. Ну вот, теперь вы знаете все мои секреты, как висит моя камера над моими руками. Вот такая штука. Мне всегда они нужны. То есть у меня их всегда в доме две. Одна на штативе и одна вот на вот этом кронштейне, с которого я сейчас снимаю. Соответственно, у меня уже вот эта вот штучка, она оторвалась. И мне пришлось заказывать еще. То есть я люблю, чтобы было в запасе. То есть пусть будет еще. То есть вот убрала со штатива, который тренога у меня. Сейчас поменяю эту, выкину, а эту вот заменю. И, наверное, закажу еще одну, чтобы уже было, чтобы потом вот так вот судорожно не ждать с Алиэкспресс. Тем более, что стоит она всего-навсего 36 рублей. Всего лишь навсего. Далее, 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 далее. Приехал футлярчик для иголочек. Я уже его вам показывала как-то. Второй у меня лежит в нитках. Этот еще один заказала, 70 рублей. Он стоил с друзьями дешевле. Штука крайне полезная. Ну, просто не смогла себе отказать, потому что первый я, по-моему, покупала за 90 с чем-то рублей. И это был самый дешевый. А тут, когда увидела с друзьями дешевле за 70 рублей, решила, что возьму еще. Ну, уж больно дюжи он мне понравился. Классно он так сделал. Он прям дорого-богато. Поэтому я решила, что надо взять еще один. Пусть будет. Вот такой вот футлярчик для иголочек. Да, в принципе, не только для иголочек, а уж что-нибудь там еще какие-нибудь. Да хоть, господи, хоть, знаете, эти зубочистки храните. В дорогу с собой берите. Ну, как говорится, кто во что гораст, кто что хочет, что туда положите, то там и будет храниться. Хозяин барин. Далее, одна и то же вкусняшка, резиночка, светоотражалочка. Вот такая вот яркая зеленая взяла. Можно очень удобно ребятне на рукав вешать это дело. Ну, у кого, конечно, есть машинка, есть способ пошить такое самостоятельно. Ну, я могу сказать, что в наших магазинах рукоделия вот прям достать вот такую резинку салатовую со светоотражателем крайне сложно. Я знаю другой немножко способ, как нечто подобное можно сделать. Может быть, как-нибудь сниму. Но мне все время, вечно не хватает ни на что времени. Штука хорошая. Я думаю, что я еще закажу несколько штук. То есть можно прямо на рукав, на ногу. И опять же, в любое время снять, постирать. То есть куртку, то есть нигде ничего не пришито. Вообще, я считаю, классная штука, вообще нужная. Всегда, везде старайтесь их и детям, и самим себе что-то светоотражающее где-то вешать на сумке, на одежду. Как говорится, засветитесь, будьте видимыми для водителей. Кто водитель, тот знает, что это такое, когда видимые пешеходы ходят. Дарите своим знакомым вот такие вещи, пусть они их носят. Пусть их тоже будет видно на дороге. Дальше, дальше, дальше. Еще одна вкусняшка, очень нужная, полезная вещь в доме. Заказала сразу две, потому что была очень вкусная цена. Это такая корзалка-чистилка для расчесок. Кто-то писал в группе, что это совершенно бесполезная вещь. Нет, ребятки, не соглашусь. Вещь мега суперполезная. Ну, если вот так вот вы будете ее использовать, то, конечно, да. Ну, ее, во-первых, надо вот так вот расправить, как паучьи лапки вот так вот сделать. То есть, все это расправляется. Вот так вот подогнуть, разогнуть все это можно делать. И вот эти вот все лапки тоже можно еще взять плоскогубцы и загнуть. Соответственно, это для того, чтобы выскребывать из расчесок волосы. Вещь очень-очень полезная и очень нужная. Я заказала вот еще две, потому что та, которая у меня была в доме, уже вышла из строя. Начали они выпадать, эти лапки. То есть, надо было срочно заказывать еще одну. Так что заказала сразу две, чтобы было. Вещь обалденная, стоит копейки. Дальше, дальше, дальше. Дальше мне сегодня как-то вот так все сладкое показало в начале. Так, ладно, оставим на сладкое. Приехал мне еще вот такой вот запасной станочек сменный. Покупали за 25 рублей. По-моему, тоже был с друзьями дешевле, даже не помню. Или лимитка была. Ну, приехал. Сейчас ссылочка на него сгорела, но я нашла в другом магазине, где можно купить за 36 рублей. Так что ссылочка будет. Но там, где брала за 25, уже ссылочка сгорела ясным пламенем. Так, между... Приехал очередной адаптер. Собственно, все работает, все прекрасно и замечательно. Я уже говорила, я их покупаю постоянно. Они у меня исчезают, как в бермудском треугольнике. Просто сейчас заказала один очень-очень дорогущий. Вот прям для себя лично, вот чтобы именно заряжать камеру и заряжать пульт для этой камеры. Специально заказала адаптер. Вот чтобы он был только для камеры и только для пульта этой камеры. Вот хочется мне, чтобы было так, такой беленький и дорогой заказала. Ну, как дорогой, 250 рублей он стоит. Как бы по сравнению с этим этим по 100 рублей заказала за 250. Приедет, посмотрим, как и чего. Так, адаптер. Адаптер это показала, это показала. Так, приехали. Вот такие вот зеркальные квадратики. Я уже их тоже показывала. То есть, вот эта вот пленочка снимается. Некоторые думают, что она мутная. Нет, эта пленочка снимается. Хотите, клейте это на стену. Она такая зеркальная. С обратной стороны клейкая сторона. То есть, можно клеить на стену, на все, что угодно. Можно между ними лесочку вот так вот сделать. И можно сделать такого ловца солнца. Не ловца снов. Соответственно, и заказано было у меня вот такое вот колечко. Там можно у продавца выбрать диаметр этого колечка. Хотите, делайте ловцов снов. Хотите, делайте ловцов солнца вот такими зеркальными элементами. У нас в магазинах очень тяжело найти. Я когда как-то был у меня такой момент, я делала ловцов сна. Мне приходилось покупать дорогущий деревянный пяльца круглые, брать от них круг и делать такого ловца снов. Сейчас вот на Алике можно за копейки, по-моему, 30 рублей стоило, можно купить такой круг, обмотать. Ну, в общем-то, понимаете, кто понимает, что такое ловец снов, понимаете, что вот основная составляющая ловца снов. Собственно, так, что у нас там осталось сегодня? Лопата и часы. Приехала тоже, ложку брала с друзьями дешевле. Вот такая вот ложка лопата из нержавейки. Прикольная. Мне понравилось. Думаю, что дочь моя тоже такую ложку оценит. Прикольная, очень прикольная. Ну, и приехали песочные часики. Ну, насколько я замерила, на одну минутку тоже брала с друзьями дешевле. Всё сыпется. Так, надеюсь, так вот видно. Всё сыпется, пересыпается. Вот так вот видно, что песочек сыпется. Выбрала зелёненький, можно было выбрать цвет. Ну, прикольная игрушка. В детстве очень мечтала о песочных часах. Очень хотела песочные часы в детстве. Тут вот за копейки купила. Сама поиграла. Теперь дочке отдам, она будет тоже с ними играть. Ну, и вообще хорошая штука. Нервишки успокаивает. Достаточно такая интересная игрушка. Ой, 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 ой. Такая вот игрушка полезная. Известная всем ещё с древних времён. Одни из самых первых часов, изобретённых людьми. Вот такая вот замечательная игрушка. Собственно, а на этом сегодня всё. Как обычно, все ссылочки есть внизу в описании под видео в инфобоксе. Не забывайте про конкурс. Ну, и как обычно, по традиции, всем желаю удачных покупок, мира и добра. И пока-пока.